всем привет снова я вот работушка бы некогда некогда даже ролики потрындеть в камеру вот такая у нас жизнь веселая жизнерадостная ну и какие перспективы был лучшее лечение это профилактика профилактика а не лечение те люди которые понимаете я блин не знаю может блин ну так получается ко мне обращаются обращаются встречаюсь блин еду везу пассажира пассажиры есть такая специфика приложения яндекс навигатора вот и едешь блин частный дом подъезжаешь блин он тебе говорит все ты приехал ты на месте у него задержка там времена это на долю секунды ты остановился и стоит ждешь пассажира открывается ворота соседнего дома 15 метров 15 грёбаных метров ну ладно ты сидишь как учетки там переезжать туда ну ты стоишь и садится недовольный пассажир и говорит тебе молодой человек а 28 дома это не 26 если чё ну вот я всегда живу так как блин утка как бы я с собой поступил и когда нашла я смотрю как как ей тяжело идти ну уже как бы она уже шла я уже смысла не было мне там переезжать вот и с таким недовольством она мне это говорит я конечно извинился потому что я я сам понимаю как тебе вот бля и когда тебе у болит лишний дом эти 20 шагов сделать который ты не можешь сделать и какие у него перспективы да мы с ней разговаривали да и это объясню она ну я спросила что с вами она хрен его знает лечат и еще не могут сделать с этим что-то у нее сосудами что-то там где-то по вырезали уже что-то уже по вырезали но она еще довольно таки блин намного моложе моей мамы моей 70 было это и там не знаю 60 есть нет вопрос и у меня была даже лекция в сирогеме я спрашивал пенсионерам чё дожились до пенсии они такие да 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 все счастливые улыбаются я говорю а теперь блин сосить из государства все до копейни сколько вы в это государство вложили столько и высасываетесь то есть живите максимально долго это в ваших интересах в интересах ваших же детей потому что блин в наше сейчас время особенно коронакризис блин это вообще это вообще бабушки выручают вот реально выручают а у меня сейчас нету бабушки понимаете не доглядел не довел я ее хотя блин все делал всю почти все люди дорогие поймите за вас никто ничего решать не будет вас будут вырезать за ваши деньги понимаете у них других альтернатив нет у них есть книги учебники как это называется протокол действий при таком-то таком-то заболевание они будут на вас опыт и проверять ну проводить будут там кучу анализов всяких платных неплатных всяких с вас подбрать вы же будете за это платить вы будете платить это касается детей которые хотят чтобы их мамы жили поверьте блин остаться без мамы это вообще жопа и когда я рассказываю о том что блин ложите своих мам а мама говорит нет я не буду лежать а потому что блин я боюсь а мне вот будет тяжко а у меня там тут а врач мне сказал мне этого нельзя и так далее так далее так далее поверьте да человек может отказаться лежать от аппарата но он может почувствовав результат сказать блин слушай там вася там маша были ну ты чё-то реально действенное со мной делаешь ты в этом разбираешься а почему и я об этом мы пытаюсь объяснить есть ну как не то что это альтернатива это блин вместе с серогимом я считаю что я буду долго жить если сам своими действиями себя куда-нибудь в гроб не вгоню вот неразумно это что означает вот я говорю ладно признаюсь я очень редко говорю если вам попадаются эти ролики а я их давно писал они не такие популярные как вот то что я за серогем рассказывал вот и получается я не доложу до вас ту информацию которую мог бы довести и вот это я сейчас буду наверстывать если кому-то что-то не нравится кстати не смотрел статьи сколько в этот раз от меня отписались но к сожалению я такой я не блин я просто говорю я опять матерюсь как были моменты когда ко мне человек обращается и говорит саш где ты был раньше почему я раньше этого не услышал пока у меня было состояние вот такое блин они вот как сейчас вот такой где я был раньше а я мог этот ролик записать в 12 в десятом году в одиннадцатом году но я не знал интернета к сожалению я искал площадку где вам рассказать от на своем результате вот смотрите я живой радость кстати напишите в комментариях хотите вот здесь вот с этим ожогом блин чудеса показали три дня назад я сваркой обжегся хотите хотите я вам покажу как это работает напишите в комментариях хотите увидеть чудо настоящее чудо о котором все мечтают но блин мы в это не верим я в сколько роликов вот на себе показывал как это работает на знакомых показывал вот пожалуйста смотрите блин действуйте хотите выглядеть хорошо выглядите но для этого надо потратить деньги ты что саш что ненормальный какие там 100 баксов я губля вы чё угораете что ли что такое 100 баксов вы пойдете косметологу просто там посмеется над вами у них есть такой фишка такая это это на самом деле правда потому что я из косметологами общаюсь и совсем тем только они общаются у них есть фишка да они говорят как это сейчас фразу что касается лица мы сделаем руки и шею берегите то есть вот это все вот это все руки уже не обмутом чего-то тут только не делай будут эти пятна возрастные и так далее и шея здесь растягивается и уже ничего никто не может сделать голову ты можешь вот сюда вот натянуть лицо и он богу бы быть и еще губы накачать игру это такая дурь блин брать и ставить этот колоть этот боток это идиотизм ладно отвлекся то есть я сейчас вам раз как говорю пытаюсь объяснить здоровье важнее блин каких бы только денег оно не стоило поймите потом когда вы в больницу попадаете там уже в основном бывает поздно поздно и бесполезно и еще дорого ты будешь спасать до последнего тебя будут сосать по деньгам а в итоге потом тебе вынесут бумажку и скажут извините мы ничего не смогли сделать заберете послезавтра тело я хочу чтобы ваши родители жили это вы они сейчас точно там со своей там 12-тысячной пенсии они себе резерв не купят поймите но вы говорю более заинтересованы в этом в том чтобы ваша мама помолодела ваша мама жила ее не будет тебе будет так стыдно так плохо так говена блин как я себя чувствую два года при том что я все мог сделать но я не проконтролировал ну извините они уже такие их надо контролировать ну и вас это касается все хотим вот блять чтобы у меня все работало я при этом ничего не делал я сейчас возьму морковь и сок попью или чего там я еще сделаю хочу мне там тетка говорила про лицо дара там о блин яичный белок нафиг я сейчас как нанесу и у меня все растянется какой яичный белок с каких яиц с тех яиц у которых блять у куреев волоса него эти как его перья не успевают вырастать за тот период как они к нам на прилавке попадают мы видим только вершинку айсберга вот тушки лежат розовые а у меня есть знакомый который на птицефабрике работает он говорит блять их коля так что они вырастать не успевают перья блять и что там полезного и яйца какие они дают точно такие же ёпта и все вот я сейчас огурчик возьму вот здесь вот отбилю кожицу блять огурчик ты на пестицидах выращены конечно да там все у тебя блять все облезет вместе с кожей вот так вот и живем я стучусь говорю ну ладно ладно приношу свои извинения за то что я раньше спокойно не говорил об этом а теперь приходится вот так вот кто отпишется я не виноват вы не увидите вот этот результат что я сейчас с этим сделаю дорогие мои как если что-то заинтересует ссылка в описании заинтересует спрашивайте задавайте вопросы ватсап мой всегда хотите жить вот не хотите вот так вот мучиться с псориазом не надо этого делать не надо он неизлечим вот и все для медиков для медиков это неизлечимо если это неизлечимо также как нам сказали что с бехтерево неизлечим то что там вам в роликах говорят я там блять что-то сделал что-то сделал у меня все прошло все а я вылечился звездёж и провокации понятно то есть ты должен поддерживать себя и как никто другой то же самое пенсионеры должны думать головой вы дожили до такого возраста когда у вас нет здоровья и за вас его никто вам не вернет ни за какие коврижки не за какие в больницах не ищите они там не делают профилактику они делают попытка блять снять симптоматику того вопроса с которым вы пришли в больницу и не важно как это называется просто задумайтесь посмотрите спросите саша мне в личке напишите саша вот такая то такая то проблема что ты посоветуешь я вам найду способ который вам подойдет и вы будете заниматься и вы получите результат но поймите это не происходит вот так щелк и все не происходит за это надо бороться за все надо бороться но при этом быть чуть успешней чуть веселее чуть счастливее чуть больше чаще заниматься своим ребенком и не думать о том блин что у тебя будет на пенсии какую ты пенсию получишь а доживешь ли ты до нее вопрос вот вот чё вопрос какая у меня будет пенсия должен сейчас откладывать столько-то денег блин в пенсионный фонд и мне там два раза типа добавят блять добавят угольками на том свете добавят сколько раз пенсионная эта система сколько реформы прожить пережили за последние там 12-15 лет сколько штуки 4 насколько я помню каждый раз что-то деньги хочется то бишь что это означает хрен нам а нормально не нормальная пенсия вот и все я-то это знаю я я к сожалению инвалидность получил 25 лет я все понимаю это прекрасно пенсии нам не видать как своих ушей ну только не в камеру и не в зеркало поймите явно начал получать пенсию минималку я зарабатывал не соврать в котельной 5-6 тысяч рублей 2001 году а пенсию получил минималку 669 рублей вот так вот так и так и будем жить если ты сейчас не думаешь об этом ну вот как раз о пенсии о всем остальном напишите вопрос саля ну все-таки расскажи что там будет как это будет выглядеть что будет с моей с моей жизнью там в 65 лет к сожалению тогда был когда я пошел на пенсию пенсия назначалась 60 а сейчас сожалению пенсия будет назначаться ну 65 доживешь ты брат или сестра до этого возраста поглядим кто в этом заинтересован я что ли моя задача капнуть вам в мозг такую такую информацию для размышления чтобы вы понимали в общем